Девушки отдыхают 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 И хадисы по очень даже нескромным, скажем так, вопросам, по личной жизни, да, все, что было. Если бы они и она, мужчины, сахабы, эти хадисы до нас довести не смогли бы. И она наша мать, и поэтому, когда нашу мать оскорбляют, конечно, это очень неприятно. Но пусть Аллах и дай отдаст этим мусульманам, да, которые так делают, и их на правильный путь наставят. И Айша, ради Аллаха, она передает, что однажды она спросила у пророка, саллаху алейкум ассаляму, о посланник Аллаха. Я говорю, думаю, что джихад – это самое лучшее из всех дехни, афтолу амали. То есть джихад на пути Аллаха. Тогда, ну вот, женщина очень умная, она говорит, почему я здесь сижу-то? Давай я на джихад пойду. Афаляну джаги, так и спросила, ну тогда почему мы джихад не делаем? И пророк сказал, что мы знаем, да, что в некоторых походах он своих жен брал с собой вместе. И когда они начинали спорить, кто поедет, пророк Слава сам что делал? Он между ними устраивал хоро. То есть, да, кто поехать должен, каждый пишет, как говорится, свое имя, загадывает и вытягивает, как говорится, спичку. Кого очередь пришла, то есть кому улыбнулась удача, он едет. И всем женам не обидно, и, как говорится, пророк Слава Аллаха тоже с кем-то из своих жен едет. И поэтому она сказала, я, Расуллах, я тоже хочу как бы на джихад. И тогда пророк Слава Аллаха, вот его мудрость, он сказал, нет, нет, но, однако, лучший джихад, это принятый хадж. То есть, джихадов много, но самый лучший из них, это хадж, который Аллах, субхану атааля, принял. Это самый такой мощный хадис тем братьям, которые сегодня у нас неправильно, да, некоторые моменты религии воспринимают, и людей в такую фитну погружают, начинают думать, что воевать и убивать там таких же мусульман, других, это способ зайти в джанет. Понимаете, и поэтому, когда такие фитны возникают, надо сидеть дома, собирать деньги и ехать в хадж. Потому что, если мусульманин, вроде мусульманина, там две беды, да, они двое в джанет не попадают, и милость Аллаха от этого общества, оно уходит. То, что сегодня у нас происходит, да. То есть, столько мусульман, столько природных богатств, столько денег, ну, никакого барраката. Нефть уходит куда-то непонятно, деньги тоже куда-то непонятно, все тратится непонятно куда, непонятно во что. А кто самый бедный? Самый бедный тоже мусульман. Поэтому, иншаллах, если правильно жить, по-хурану, по-суне, да, и не вмешиваться в эти, скажем так, конфликты, когда непонятно, за что убивающий убивает и за что умерший умирает, лучше сидеть дома, зарабатывать деньги и ехать в хадж. Очень много других хадисов, в которых тоже есть, скажем, такие формулировки, да, что это очень лучшее деяние, что это лучше, чем это, что это лучше, чем джихад. И когда такие формулировки приходят, есть ученые, да, мустошерки их называют, люди, как бы, не мусульмане, которые ислам исследуют. Они сказали, что это пророк вас определиться не может, да, что лучше джихада, то есть, или хадж, или что, или вообще там, с навсом бороться. И на это наши ученые сказали, то есть, джихад это лучшее деяние, но лучше, чем джихад, есть еще очень много других деяние. И пророк Саласан в одном хадисе имел одно, во втором хадисе имел другое. Но почему он здесь ограничил хадж мабрур, то есть принятый хадж? Для того, чтобы люди, которые ездили в хадж, они не расслаблялись, да, как говорится, и не приезжали. Никто из нас же не знает, какой хадж принятый, или у кого он принятый. Мы только едем лишь с надеждой, что именно наш хадж, он тоже примется в купе тех, кто поехал вместе с нами в этот год и оказался в этом месте. И так как никто не может сказать, что мой хадж был принят 100%, он постоянно находится в таком состоянии упования на Всевышнего Аллаха. Но с другой стороны, джихад, он тоже такой же. То есть, если человек умирает, защищая свою религию, защищая свою родину, он тоже не может сказать, вот я в джанат попаду 100%. Потому что пророк Саласам во время совершения джихадов, он говорил, что некоторые человека, они в неверии умрут. Есть хадис на пути Аллаха, человек сражается, буквально, да, умирает, но умирает не в состоянии шахида, он умирает в состоянии двуличного лицемера. Поэтому тот вопрос, что оказавшись там, умереть мусульманом тоже иногда бывает не всегда легко. Поэтому Аллаха надо просить облегчения и милости для нашей умы, чтобы он наши сердца объединил. И лучше всего это делать, когда мы поедем в хадж. Потому что, когда мы попадаем в Мекку, мы видим, сколько там мусульман разного цвета кожи, которые на разных языках говорят, но всех их привел туда их иман. Если иман, он может столько миллионов человек в одно место привезти, надеть в единую форму и заставить двигаться в едином направлении, почему после того, как хадж, этих же мусульман, этот же иман, он не может заставить двигаться вперед и жить правильно. Понимаете? Поэтому проблема, она в нас, и у Аллаха надо просить милости. Поэтому, иншаллах, пусть Аллах, субхану атааля, даст нам возможность совершить хадж, и чтоб нас хадж, наш этот хадж, он принялся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok